Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Вы знаете, сегодня вот это яблочки, ну у меня целый ящик моих яблок есть, но сегодня сын пришел с яблочками, это сорт Голден называется. Знаете, он такой, как бы с пупырышками, вот с такими, сорт Голден. Полный рюкзачок принес яблок. Мы часть уже, часть он угостил свою девушку, часть он угостил. Им папу-папа съел уже и вот часть сюда выложил. Я говорю, ты работаешь в банке, откуда ты взял яблоки, пришел с работы с яблоками. Он говорит, это к святому Николаю, им всем выложили огромное количество яблок и попросили забрать, ну кто сколько хочет, там ящиками. Вот такой вот классный банк, в котором он работает. Представляете, вот так заботятся о здоровье своих работников. И это очень правильно. Вот это правильно. Вот это и мозг будет работать, и все будет работать. А если бы они по шоколадке дали, это совсем не то. Меня просто это поразило. Дальше, дальше я рассказывала, рассказывала всем моим интернет-сестренкам, интернет-братишкам за вот эту вещь. Ну как делать, вы уже знаете, да? Берем кефирчик, заливаем, кладем сколько-то фруктов, сколько-то семян льна обязательно, и все это перемалываем. И, конечно же, вы все можете это делать. Я забываю говорить, что всегда добавляйте корицу, и обязательно добавляйте имбирь. Теперь мне говорят, спрашивали, сухие семена льна или нет. Я люблю пророщенные. Пророщенные семена. Или спрашивают муку льна. Нет, я люблю больше все-таки пророщенные семена. Я иногда перемалываю, когда делаю белковую приправу семена льна. Но сюда я кладу пророщенные семена льна. Девчонки, они всего за сутки растают. И вот эта слизь, которая в них, это все настолько полезно. И в сыром, в живом виде, просто живой продукт вы кладете. Вот это пробиотический живой продукт. Как делается, зайдите на страничку кулинария, вернее, в плейлисты. Найдите кулинарию, плейлисты. Там вы много чего интересного увидите. Но суть не в этом. Суть в том, что когда вы делаете домашний кефир свой или йогурт, обязательно, обязательно, ну или кушаете творожок, добавляете D, витамин D. Вы понимаете? Вот в чем дело. Я забываю это напоминать вам, что кальций, распространенный микроэлемент в организме человека, он просто необходим для здоровья костей, сердца, зубов, волос. В общем, это для кожи. И по данным Американской Академии Хирургов-ортопедов, для усвоения кальция необходим еще один элемент. Витамин D. И я забываю вам сказать причину, почему я кладу то семя льна, то еще чего-то. Потому что в семенах льна большое количество витамина D. Вообще, часто говорю и буду говорить, что содержат семена льна. В состав семян льна там такие витамины, как В, Д, витамин А также помогает усвоиться кальцию, витамин Е и витамин F. Что такое витамин F? Сразу скажу, это самостоятельно. В организме он не вырабатывается. Никак не вырабатывается. Поэтому его необходимо получать извне. Спрашивали, почему не муку я добавляю, семя льна, а именно живые. Вот потому что в муке уже витамина F нет, а в проросшем семени льна он есть. И все эти витамины, которые я перечислила, я имею в виду о проросших семенах льна, а не о сухих. И вот этот вот именно витамин F, он участвует в обменных процессах, в частности в холестериновом и жировом. В семенах встречаются жирные кислоты, о которых я говорила. Омега-3, ну я так, знаете, мимолетом. Но омега-9 и омега-6, вы представляете какой это продукт? Конечно, вам сейчас будут говорить, что не пользуйтесь семенами льна, не пользуйтесь, не надо, они вредны. И заметьте, ведь про антибиотики, про вредность антибиотиков, молчок, это такие, как я, блогеры говорят, что нельзя, вы убиваете всю флору в кишечнике, вы уничтожаете все органы, что антибиотики действуют абсолютно на все. И антибиотики можно использовать только в самых крайних случаях. В этом плане я люблю слушать профессора Неумывакина. Он-то точно там все сказал, что он думает о таблетках и о всех химических препаратах. Давайте послушаем самого профессора. Руки прошли сотни людей. Я ни одного человека не видел, чтобы не было отклонений. Или это будут бактериозы, или запоры. Это он говорит про свои лечения. Запоры – это потухшие шещики. Вот, кстати, то, что мы сейчас делаем, это от запоров. Не будет никаких запоров, если вы будете употреблять вот такой живой йогурт своими руками. Нужно лечить сердце при таком потухшей печке. В реакции, которые… В реакции, которые не работают, не поставляют организму необходимые. Да, мы купируем все это химией, но… Видите, купируем химией. Дальше слушайте. Но химия – это имеется в виду таблетки и прочая всякая химия. Химия – это же блокировка, идет химизация. Еще больше вред наносит. Слышали? Химия – есть химия. Блокировка, химизация. И еще больше наносит вред. Давайте еще раз послушаем, чтобы не сомневаться. А это говорит профессор, доктор медицинских наук Иван Павлович Неумывакин. В реакции, которые… В реакции, которые не работают, не поставляют организму необходимые. Да, мы купируем все это химией, Но химия – есть химия. Это же блокировка, идет химизация. Еще больше вред наносит организму. Причем на самых разных уровнях. Временный эффект есть. Видите, на разных уровнях еще вред наносится. Дальше ведь все происходит. То, что… Имейте в виду лекарственные препараты, которые… Лекарственные препараты, которые есть. За редким-редким исключением. Все приносит вред. Вот так вот. И сейчас самое главное он скажет. Для коллег, докторов, как вот мне пишут. Часто. Вот кому я доверяю – профессору. Лекарственные препараты, которые есть. За редким-редким исключением. Все приносит вред. Видите, все приносит вред. Вы меня извините, мои коллеги. В Советском Союзе меня знают довольно многие. Последние 3-5 лет я перестал верить во все лекарства. Я в них не верю. Вот и все. Он допускает прием лекарств, когда операция, когда очень острые случаи. Но он в них не верит. Человек этот дожил до 90 лет. На 90-м году он умер. В прошлом году. Царство ему небесное. И вот этот человек для меня является примером в жизни. Как оставаться при трезвой уме, без всякого Альцгеймера. Как он мыслил. Как он писал. Он даже книги писал до самого последнего. И когда писать не мог, он диктовал. Все, что с ним стало плохо происходить, это всего лишь дело нескольких месяцев. Когда ему сделали операцию. И потом в течение нескольких месяцев он умер. А до этого стресс он пережил из-за Малышевой. А потом еще добавила стресса и его падчерица, которую он вырастил. Которая закончила благодаря ему мединститут. И стала тем, кем она стала. Ну, по крайней мере, с его слов. Есть видео, где он об этом говорит. Для меня вот этот человек, который принес безвозмездно огромное количество добра людям. Он как альтруист. Понимаете, он только хотел помочь. И больше ничего. Причем глубоко верующий человек. Так вот, поскольку я до этого, знаете, объять необъятное невозможно. И не всегда повторяю. А мне надо бы всегда повторять, что именно живой, проросший лен. Потому что люди многие... В них, именно в таких семенах, есть железо, магний, кальций, калий, селен, йод, медь, алюминий, хром, цинк, бор. Представляете? Витамины АЕ, которые омолаживают организм. Они же вообще положительно влияют и на ногти, волосы, кожу, в общем. И омега не просто 3, как я всегда говорю. Да, омега 3. Я имею в виду омега 3, 6 и 9. Но и те именно витамины, почему лен, еще раз хочу повторить. Кладу сюда лен, чтобы усвоился кальций. Все одно другое поддерживает. Кладу сюда лен, чтобы усвоился кальций. Если нет льна, капните витамин Д, АЕВИД капните сюда. Перемешайте. Все усвоится. Ну и обязательно, обязательно имейте ягоды. Всякие разные. Если нет у вас смородины, возьмите вишню. Шикарная вещь. Нет у вас вишни? Малину. Нету малинки? Возьмите облепиху. Возьмите, сделайте такую композицию ягод. У меня есть. В кулинарии. Зайдите ко мне в кулинарию. Или в библиотечку, в плейлист кулинария. Или в плейлист по борьбе с раком. Или в плейлист о здоровье. В любой. И там вы все это увидите. Ну а я люблю вас. Будьте благословенны. И теперь вы понимаете, почему именно лен. Пока-пока.